Пираты в свой золотой век знали толк в наказаниях. Жертвы пиратства подвергались пыткам, порке и церемонии унижения. Но когда сами пираты представали перед судом, им назначали такие наказания, как длительный тюремный срок, направление смертельно опасной африканские шахты или публичная казнь через повешение. Сегодня я расскажу про наказание пиратов в золотой век пиратства. Чтобы не пойти на корм акулам, крайне рекомендую подписаться на канал. Откупиться от пиратов можно по ссылке в описании. А это история по-черному. Поехали. Использование кнута для наказания было обычным явлением того времени. Для пиратов риск подвергнуться такому обращению был значительно ниже, поскольку капитан редко осмеливался принять подобные методы к команде, которая изначально стала пиратами, чтобы избежать таких суровых условий жизни в море. Решение о порке обычно принималось в качестве формы наказания только в том случае, если весь экипаж или, по крайней мере, большинство соглашались с тем, что человек нарушил один из корабельных уставов, то есть список правил, которые они поклялись соблюдать. Человек, который проводил порку на пиратском судне, назывался квартирмейстером. Порка назначалась за такие проступки, как провоз женщин на борт. Нанесение удара в другому мужчине или неподдержание оружия в боеготовности. Во время порки моряка привязывали к мачте и хлестали по голой спине девятихвостой кошкой. Этот особый вид хлыста состоял из девяти отрезков веревки, каждый из которых был около шести миллиметров в диаметре и длиной до шестидесяти сантиметров. Каждый из девяти отрезков имел три или более узлов, чтобы сделать укус кнута еще больнее. Иногда за более тяжкие преступления добавляли дополнительные узлы. Во время порки матрос часто прикусывал кусок деревяшки или кожи, чтобы не закричать и не вызвать на всмешек своих товарищей по команде. Те, кто не мог сдержать криков боли, позже называли соловьем. Быть выброшенным на берег было едва ли не худшим наказанием, на которое моряк мог рассчитывать, если не считать смерти. Но даже здесь его шансы пережить это испытание составляли 50 на 50. Но наказание под названием протаскивание под килем было куда страшнее. Оно заключалось в том, что человека связывали веревкой, выбрасывали за борт, а затем протаскивали либо под кораблем с одного борта на другой, либо по всей длине судна. Даже если жертва избежала утопления, она получала серьезные порезы и синяки от того, что ее тащили по покрытому ракушками к корпусу корабля. Для моряков, виновных в серьезном преступлении, таком как мятеж, воровство или трусость, наказанием может быть отсроченный смертный приговор. Моряка высаживали на берег отдаленного острова. Собой ему давали бочонок с водой и пистолет. Альтернативой тому, чтобы оставить человека на суше, было пустить его по течению в маленькой лодке с одним единственным веслом или вообще без весел. Полностью осознавая, что жажда и голод – это все, что им оставалось, некоторые моряки просили убить их на месте. Другие же были более смелыми и смогли пустить себе пулю в лоб из оставленного пистолета еще до того, как они сошли с ума. Самым известным моряком, оказавшимся в такой ситуации, был Джек Воро... Кхм-кхм... Был Александр Селькирк, который был оставлен на островах Хуан Фернандес в Тихом океане в 1704 году. Еще одним человеком, чья команда была сыта по горло его садистскими выходками, как с друзьями, так и с врагами, был капитан Эдвард Лоу. Несмотря на то, что большинство пиратов интересовало только добыча, некоторые капитаны были особенно жестоки по отношению к захваченным экипажам, особенно если они думали, что те прячут ценности где-то на борту. Существовала такая идея, что пытки жертв вскоре распространят слухи среди торгового судоходства, так что при следующем захвате экипаж с гораздо большей вероятностью проявит уступчивость. Пытки включали в себя избиение кнутом, порезы и засовывание зажженных спичек между пальцами. Излюбленный прием, позаимствованный у более ранних пиратов, состоял в том, чтобы обвязать голову пленника веревкой и затягивать ее до тех пор, пока у него не вылезут глаза. Наказанием, применявшимся в Королевском флоте, и некоторыми пиратами для того, чтобы заставить пленников говорить, было ныряние зарей. Человека обвязывали веревкой вокруг талии и под пахом, а другой край перекидывали через перекладину. Привязанную жертву сбрасывали за борт. Жертва какое-то время барахталась в воде, пока ее не поднимали обратно на борт и снова не скидывали в пучину моря. Процедуры проводились до полного развязывания языка. Английский пират Чарльз Вейн отличался особой жестокостью. Во время его суда очевидцы и бывшие жертвы рассказывали о многочисленных пытках. Моряков избивали, резали и вешали. Одну жертву привязали к бушприту корабля, а затем пытали горящими спичками. Другим печально известным английским пиратом был Генри Эйвери, который в 1695 году захватил Ганг Исавай, корабль с сокровищами императора великих монголов. Чтобы заставить раскрыть местонахождение ценностей, многих захваченных пассажиров пытали, а затем убили и выбросили за борт. Другим капитаном-садистом был валиец Бартоломью Робертс, он же Черный Барт Робертс. Капитан Робертс был чрезвычайно успешен в захвате многих кораблей и любил подвергать людей ненужным пыткам. В одном печально известном эпизоде, в октябре 1720 года, Робертс приказал своим людям отрезать уши группе голландских пленников. Некоторые из них были повешены, а их тела использовались в качестве мишени для стрельбы. Однажды Робертс повесил губернатора острова Мартинике на его собственном рее. Но самым жестоким из всех пиратов был англичанин Эдвард Лоу, действовавший в Карибском бассейне и Восточной Атлантике с 1721 по 1724 год. В 1722 году он зарезал и повесил группу португальских пассажиров, в которую входили два монаха. Кок на французском судне был привязан к мачте, пока судно сгорало дотла. Португальскому капитану, который выбросил свой кошелек за борт, отрезали губы, а затем сожгли их у него на глазах. Рыбаку, захваченному у берегов Нантакета, отрезали уши, прежде чем застрелить. Другого рыбака заставили съесть собственные уши, в то время как капитану, уволенному с Рот-Айленда, вырезали сердце, которое скормили другому заключенному. Некоторые из забав, придуманных пиратами для своих пленников, были наравне с пытками. Во время одного такого развлечения, жертву обливали кровью и заставляли пробегать между шеренгой матросов, которые кололи жертву парусными иглами. Затем жертву запирали в бочке, полной тараканов. Более мягкой альтернативой было заставить жертву бесконечно бегать вокруг грот мачты. Острие кортика использовалось для того, чтобы убедить жертву продолжать бежать, пока она не упадет от изнеможения. Существует не так много свидетельств того, что пираты во времена Желатого века заставляли людей ходить по доске. Тем не менее, это наказание фигурировало во многих вымышленных пиратских историях. И некоторые источники утверждают, что Стэт Боннет изобрел его как способ различь свою команду и избавиться от нежелательных пассажиров. Идея этой необычной формы казни может быть заимствована у келлинийских пиратов первого века до нашей эры, которые, согласно Плутарху, заставляли так делать римских пленников. Другим источником может быть привычка заставлять моряков, подозреваемых в нетрезвом состоянии, ходить по прямой линии вдоль доски, расстеленной по палубе. В Индийском океане во времена Желатого века Британское Адмиралтейство с 1683 года предоставило Ост-Индийской компании право преследовать пиратов и судить их. Следовательно, пиратам теперь грозила опасность получить по заслугам везде, где они сеяли хаос. Обычным наказанием была порка на борту одного корабля или прогулка по всем кораблям в порту и порка на каждом из них. В Индийском океане пиратов было так много, что захваченных в плен часто клеймили буквой «П» на лбу с помощью раскаленного железа. В этой части мира смертные приговоры приводились в исполнение путем подвешивания пирата на рее. В начале Золотого века, если пиратов ловили, некоторые получали помилование, особенно если они были второстепенными членами команды или очень молодыми. По мере того, как этот период продолжался и пиратство усугублялось, власти становились жестче. Пиратам грозило тюремное заключение, если их, конечно, поймают. Многие пираты умерли в ожидании суда либо от ран, либо от болезней, находясь в тюрьмах. Для большинства длительный тюремный срок был реальной перспективой, если они не могли убедить суд в том, что они были невольными членами пиратской команды. Необразованные пираты выступали защитниками сами себе, поскольку им не разрешался адвокат. Колониальные тюрьмы были особенно мрачными, но тюрьмы в Англии были немногим лучше. Некоторые тюремные сроки предусматривали каторжный труд, например, в исправительных колониях в Западной Африке, где заключенные работали в шахтах и где шансы на выживание были крайне малы. Наиболее распространенной формой наказания для захваченного пирата ближе к концу Золотого века было повешение, которое обычно производилось сразу после суда. Эти казни происходили публично и часто в таком месте, где его могли видеть проходящие мимо моряки. В Лондоне у пиратов было свое собственное эксклюзивное место казни, известное как Execution Dog в Уопинге на берегу реки Темзы. Как правило, нескольких пиратов вешали вместе. Осужденных выводили из тюрьмы в сопровождении группы, возглавляемой офицером, который нес серебряное весло, символизирующее авторитет Высокого Суда Адмиралтейства. Место повешения содержало несколько элементов, имеющих особое значение. Расположение вблизи моря должно было означать, что преступления были совершены моряками. И напоминает, что именно Адмиралтейство несет ответственность за приведение приговора в исполнение. Район за пределами берега предназначался для преступлений, которыми занимались гражданские власти. Приговоренные стояли на примитивной деревянной виселице, пока капеллан произносил свою речь и возносил молитву за скоропостижно ушедших. Затем мужчинам разрешалось произнести свои последние слова. И эти речи часто записывались и распространялись в печатном виде среди публики. Затем пирата сталкивались с лестницей, по которой он поднимался, и он умирал от удушья. Переломы шеи были редкостью. После смерти тело снимали и выставляли на берег или привязывали к деревянному столбу и оставляли на три прилива. Затем останки хранили в безымянной могиле. Этой процедуре следовали власти, ответственные за казни в колониях, право, предоставленное с 1701 года. Самая крупная групповая казнь во времена Золотого века произошла в замке Кейпт Кост в Западной Африке в 1722 году. Там были повешены 52 члена захваченной команды Бартоломью Робертса. Что касается особо отъявленных пиратов, например, капитанов, то их вешали, а затем их тело оставляли гнить в железной клетке. Шотландский капер, ставший пиратом, капитан Кит, был признан виновным пиратстве и убийстве на суде в Лондоне в мае 1701 года. Он был повешен, а затем его тело обмазали дегтем и подвесили в клетке на берегу Темзы. Останки Кида были видны проходящим кораблям в течение двух лет. Эта форма наказания применялась на протяжении 20 лет. Английский пират Джон Рэкхэм, он же Каллика Джек, был признан виновным по четырем пунктам обвинения в пиратстве и повешен на Ямайке в ноябре 1720 года. Его труп также был повешен в клетке в качестве средства устрашения общественности. На этот раз на пляже мертвеца, с соответствующим названием Порт Ройл, Чарльз Вейн получил точно такое же наказание год спустя. Как говорят в народе, хороший пират – мертвый пират. Но, как говорю я, хороший пират – это тот, которого еще не поймали. По традиции нашего канала, давайте напишем в комментариях, теперь я знаю про пиратские наказания. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться и оценивать ролик лайком. А это был Олег Черный, всем пока. Продолжение следует...